Мы приехали в винный дом по адресу Ростовелли 183 здесь вам сейчас покажем главного здравствуйте как у вас красиво так и нам сейчас георгий расскажет про джарские вина в джаре растет три-четыре вида винограда это чхавери это суриковой кедиски это высокоборные кеда наши в горах у нас в основном в горах растет винограда есть Одесса есть ноэ а ноэ это какое ноэ это здесь у нас редко делаешь вину это белая красная вина в основном вот эти вина вот эти вина делаем мы сами своими руками закупаем виноград и делаем здесь это же белая хванчикара это белая твиши хванчикара а я думал что тетра это название белой хванчикары нет тетра это тетра называется а у чхавери это чисто джарское вино да? чисто джарское вино да а какое оно? оно полусладкое полусладкое здесь ребята делают сухое получается у него в основном полусладкое а у него есть какие-то особенности ну там не знаю с фруктами естественно да конечно есть это что? это чхавери какой бокал прям как в моем любимом гранели здесь в основном получают покупатого земной вино на бутылочке у нас вино начинается вот стоит 2.50 это за литр? да цена за литр и получается идет за 100 столарий? да 1 литр 1 литр столарий это какое вино? это усы хиловой есть 60 стоит, 22 человек есть 35 стоит, 20, 15, 10 это цена за литр стоит 7.8 литр 5 литр, 2.50 кому как любой вкус а какие вина пользуется наибольшим спросом среди местных жителей? среди туристов? есть в основном пункт а какое название такое? А туристы в основном почитают красное вино. Ну туристы знают. Вот я до приезда в Грузию в первый раз, я знала, как из Мараули и Хачкара. Теперь я знаю, что немного больше. А вот перед вами. А туристы какие? Они же туда приезжают, вы же знаете, как работаете? В основном покупают из Мараули. Из Мараули недорогое. И в Кузане тоже собирают. Очень хорошие. Помимо вин, здесь еще чачу, насколько мне известно, изготавливают и продают. Чачу разного вида. А вы в чачу добавляете? Разного вида это как? Это как чача делается из Шмири. А это, который делается с вина. Видите? Время собирают. Здесь собирают. Манавис. Манавис. Вот это наше производство. Это мандариновое, кизиловое. То есть вы добавляете, да? Ничего не добавляется, это бремя. Это чистое, натуральное. Смотрите, мандарин, например. С мандарина ты его делаешь. Это натуральное. Не из винограда, а из мандарина. Мандарина, да. А это что-то кемаловое? Это кисил, это фейхуа, это бруша. Что-то кемаловое. Вот чача. Сделано с винограда. С винограда. И сам из чачи, я свина делаю. Дорогое чачу, если хочешь сделать, надо сделать свина. Из чачи, я сам из чмир. Понимаешь? Вот это из квеври сделано, это разливное вино. По грузинской технологии. Да, по старой технологии. А сколько месяцев в квеври, где там лет, сколько вы доживаете? Ну, смотря это на твое усмотрение, нужно два, на полтора, три года. Назад это герметично и дольше. Я правильно понимаю, что чем дольше вино хранится в квеври, тем оно становится суше? Да, да, правильно. То есть, долгая выдержка? Да, да. Чем сухое вино, то получается, ну, у меня выдержка. Есть четырехлетний, пятилетний. Давайте я вам сейчас убираю. А в какой таре можно у вас приобрести вино? Есть литровое, есть 0,5, есть полтора, два, три, пять. А вы карты принимаете к оплате? Принимаем, обязательно. То есть и наличкой можно заплатить карточкой? И наличкой, да. А вы с такими как вообще работаете? У нас какой график? С 8 утра до 8 вечера. Круглосуточно. Мы работаем с утра до утра. А это какое вино? Это мукузани. О, я обожаю мукузани в Гранелли. Мне, Георгий, кстати, тоже отличный сомелье. Вот здесь, кстати, мукузани без дубовой бочки, да? Тут привкуса такого нет. Это нефильтрованное. Нефильтрованное. Вот эти вина, бутылочные, все фильтрованные. А просто... Полусладкие, допустим, да? Вот, изморавливали у тебя вещи. Они полусладкие. Там добавляется концентрат, и останавливается процесс брожения. Понимаете? Специально. А эта, она у тебя просто в холодильнике. Понимаешь? Она натуральная. Бежит она у тебя в холодильнике. Все. Обязательно. А вас там еще что-то на заводе... Ну, Наталья, ничего интересного сейчас нет? Нет. А это вот карта Грузии, где какие вина, да? Вот по регионам. Да, приблизительно. А вот о такой шапке я мечтала сколько лет. Правда, я мечтала, чтобы там было пиво. Но грузинский вариант мне нравится больше. А сейчас мы идем смотреть завод. Место, где разливают, производят вина. Мануфактура. Небольшая. А пахнет-то вкусно. Пахнет леном. Вот закупаем виноград. Потом перекачаешь туда. А это для чачи? Это для водки, да. Ой, какой красивый у нас аппарат. Это ликеры. Хайфлино, мандарин хвино и лимон хвино. Чернослива и фейхуа вот здесь. Это чачи, да? Да. Ремикс, так я назвал. Погреб и леща. А год какой? Это 2018-57 градусов. Это вам на вечер, ребята. Ой, спасибо огромное. Вкусно пахнет. Да, вот это. Вот это из качества. И то, что супермаркет продает, стоит там 50-60 пар. Близко не подойдет. Спасибо огромное. Близко не подойдет. Расскажите историю, когда вы открыли магазин, завод? Это мне открыли где-то 8-9 лет назад. А ну не так давно. И да, не давно. Ну раньше наши дети этим занимались. Вот в чем делали вино наши предки. Вот видите, это ливяк. Да, 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 в котором же виноград дает. Да, вот так. Вот эти чистили кухшени. Это кора от этого. Орех? Орех. Вишня. Вишня? Да. Вот эти, когда головку отбиваешь, чуль. Да, это вот чтобы из квеври вино. Похоже? Похоже, конечно. Да, лет через двадцать, наверное. Это Георгий Ильич. Красиво звучит. Георгий Ильич. Делаем консультацию. Можно вино попробовать. Другое вино. Ради бога. Можно дегустировать. Дегустировать. И ничего не брать. Дадь бога. А там как можно приехать по записи, либо в любое время просто мимо проходили, зашли и все? В любое время. В любое время. В любое время. Мать очень красиво. Мне нравится. Моим туристам тоже здесь нравится. Те, кто один раз приходит, обязательно возвращается. Ну, слушай, здесь такие вино. Вот я об этом вине об аджарском даже не слышала. Оно очень, прям очень. То есть можно приобрести не только вино, а и ознакомиться с культурой. Вот лапки. Видишь, вот эти лапки им где-то сто лет будут стоять. Вот эти лапки моего деда. Это одевали при изготовлении винограда, да? Это деда. Нет, нет, вообще носили просто, носили. Это бабушкина ложка, им где-то тоже сто лет. Это из груши сделали. А вот привет для Якутии. Во! Давай, смотри. Давай. Давай. Идем. 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 Идем.